Субтитры подогнал Игорь Негода Субтитры подогнал Игорь Негода Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» И нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе. Вот такие слова в свое время сказал мудрый екклесиаст для всех живущих людей на земле. И он говорил, наверное, в первую очередь для себя. Человек, который прожил прекрасную жизнь, человек мудр, и вот прошла жизнь. Он обратился назад и сказал, все суета и томление духа. И он сказал такие слова, что на все есть свое время и всякой вещи под небом. Есть время, когда люди рождаются, люди живут, планируют, устрояют свою жизнь, женятся, выходят замуж, рождают детей, воспитывают, вкладывают в них, стараются что-то, знаете, приобрести уже не столько для себя, сколько для детей. И жизнь идет, идет, и проходит так быстро. Ну что такое 70 лет, братья и сестры, 80 лет. Разве это много? Спросите людей, которые прожили 70-80 лет. Братья и сестры, это много или нет? Это совсем немного. Это для детей много, которые еще совсем малые. И жизнь проходит. И вот за эту короткую жизнь так много человеку приходится пережить. Так много встречать бурь, испытаний, трудностей. Часто не высыхают слезы на глазах. С одной борьбы в другую. С одного переживания в другое переживание. И думаешь, когда это все закончится? Когда настанет такое время, когда будет все спокойно, все будет хорошо? Друзья мои, поверьте, что есть такое время. И наступает такое время. Для Него уже настало то время. Время, когда Ему не нужно переживать, чем заплатить билы. Он не переживает, что когда закончатся болезни, Ему уже это не надо. Настало то время, время блаженства. Библия говорит, блаженны мертвые. Вот это сегодня блаженство для Него. А мы еще на пути, братья и сестры. И задаешь себе вопрос. Господи, а есть ли такая страна, такое место, такой город? На этой земле, где люди не болеют, где люди не стареют, где люди не умирают. Друзья мои, на земле, наверное, таких мест нет. Но мы знаем такое место. Оно называется небом. Библия говорит, что смерти там не будет ни болезни, ни вопля, потому что сам Христос утрет своей рукой слезы. Все это земное пройдет, оно никогда не вспомнится. Но для того, чтобы туда достичь, мои дорогие, нам приходится на этой земле часто плакать, склоняться перед Богом на колени, проходить трудности, испытания и все время поднимать свои глаза к небу. От кого приходит помощь, от кого приходит сила, утешение. И вот поэтому, друзья мои, мы называемся христианами. Мы верим в того, кто отдал жизнь свою за нас. Друзья мои, и всякий раз, когда мы встречались с братом Анатолием, когда мы узнали об этой болезни, вы знаете, год назад, когда мы услышали, мы пришли, он так смотрел в глаза, он хотел услышать что-то такое обнадеживающее. Мы говорили на основании Писания, ну, жизнь в руках Бога. И уже когда последний раз мы были там, он уже ничего не говорил, а только головой махал, участвовал в заповеди, он молился вместе. Но это было для него уже последнее участие в трапезе Господней, в теле и крови Господа. Для него это уже не нужно будет. Друзья мои, жизнь закончилась. Когда мы читаем одного мужа Божьего, это записано в 138-й Псалом, 16-й стих. Для него Бог определил жизнь на этой земле, когда он еще был даже не рожден. Здесь написаны такие слова. «Зарадыш мой, видели очи твои, у твоей книги записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Вот так Бог определил прожить ему неполных 73 года. Друзья мои, еще не было ни одного дня, а у Бога, Божьим перстом, было отмечено для него. Вся его жизнь, друзья мои, и так же и для всех нас. Никто не может ни добавить, ни убавить. Никто не может сказать Господу, что ты делаешь. Никто так не может сказать, потому что Он есть властелин всего. Друзья мои, пускай нас Бог благословит и поможет, чтобы мы в своей жизни могли всегда созерцать Божью красоту и понимать, что мы на этой земле странники, пришельцы. Мы не были на этой земле родными и постоянными там, где мы проживали, в той стране, откуда выехали. И здесь мы, друзья мои, такие же самые. Мы гости, странники, переселенцы. Но перед нами вечность. И для того, чтобы достичь этой вечности, братья и сестры, давайте будем проверять всю свою жизнь на основании Священного Писания, какова она и есть. Потому что для живого есть надежда. И есть надежда на то, чтобы что-то поменять в этой жизни, что-то изменить в этой жизни, если она не такова перед Господом. Это для живого. Для дерева тоже есть надежда. Если она засохнет, она только почует воду, влагу, она оживает, пустает корни. Она начинает возрастать, зеленеть. Для мертвого человека уже на этой земле нет надежды. Но надежда есть на то, что у вечности не будет люди ни умирать, ни болеть. И так будем всегда с Господом. Когда-то один муж Божий услышал такое слово от Господа. Говорит, напиши, блаженные мертвые, умирающие в Господе. И ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Дорогие мои, блаженные мертвые, умирающие в Господе, ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Давайте будем собирать себе здесь хороший багаж, хорошими делами, потому что они будут сопровождать нас и в вечность. Да благословит нас Бог и поможет, друзья мои. И вы хорошо сделали, что сегодня, придя в Дом Божий, для того, чтобы вместе с этой семьей поддержать эту семью в молитве, потому что муж, отец, дедушка, брат ушел в вечность. И пускай Бог им поможет перейти, перенести, согласиться с тем, что Бог определил, потому что такова жизнь каждого человека. Я приглашаю вас, дорогие мои друзья, к молитве. Давайте мы поднимемся и помолимся. Благословенный Бог, благословено имя Твое. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты есть Бог наш, на Которого мы уповаем, в Которого мы уверовали, Которому мы служим. Господи, и сегодня по причине этого траурного служения мы собраны во имя Твое. Для того, чтобы, Господи, поддержать эту семью, для того, чтобы еще раз оказать или провести в последний путь всей земли нашего брата Анатолия, который был вместе с нами в этой церкви, который вместе с нами пел, молился, который, Господи, служил Тебе. Его жизнь закончилась на этой земле. Он у вечности, Боже. Его родственники и близкие остались на этой земле еще на пути. Укрепи, Господи, сестру раю, Господи, как жену покойного брата. Укрепи ее, Боже, в вере. Укрепи ее духовно, физически, Господи. Дай ей твердо уповать на Тебя. Благослови сыновей, Господи. Укрепи и их, дабы они, смотря на кончину своего отца, могли подражать так же, как и он служил Тебе, Боже, чтобы они служили Тебе, чтобы они были верны Тебе. Господи, благослови всех родственников нашего брата Анатолия. Благослови все это служение, Господи, и сам устрой, и благослови проповедующих, поющих и всех участвующих в этом траурном собрании. Благослови, да будет имя Твое благословено и прославлено наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мимидор. Мой в небе храй, родной, мой в небе дом. А мой отец, славной, мой в небе дом. Я странник на земле, мой путь лежит во мгле, И свой велич кругом мой неведом. Я странник на земле, мой путь лежит во мгле, И свой велич кругом мой неведом. Не елок путь земной, мой неведом, Путь тяжел жизни мой, мой неведом. Но все пройдет как сон, И будет путь свершен, И буду я с Отцом, мой неведом. Но все пройдет как сон, И будет путь свершен, И буду я с Отцом, мой неведом. Там, где пристал народ, мой неведом, Мой дух туда влечет, мой неведом. Там буду рековать Иисуса воспевать, Перед Его лицом мой неведом. Там буду рековать Иисуса воспевать, Перед Его лицом мой неведом. И буду я с Отцом, мой неведом, И буду я с Отцом, мой неведом. Вельцом Христом страдал, И в небе обещал, Украсит Он венцом мой неведом. Вельцом Христом страдал, И в небе обещал, Украсит Он венцом мой неведом. Дорогие друзья, братья и сестры, я очень рад, что вы пришли. Когда-то пройдет время, придут к вам. Но мы не думаем об этом. Все мы хотим жить. И брат передо мной сказал, что Анатолий хотел жить, он жаждал жизни. Он мне звонил ни разу и говорит, а сколько еще? До того, чтобы я выздоровел. Я не знал, что ответить. Вы бы тоже не знали, что ответить. Я сказал, в Божьих руках жизнь, дыхание и в другой руке Его Царства Небесное. И то хорошо, и то хорошо. Хорошо быть в руках Божьих. Это мой брат, это мой казин. Моя мама рассказывала, когда его отец и мой отец после войны в 46-м году, мы с ним одного года, и так случилось, что мой отец и его отец пришли вовремя. Как это случилось? И тот спрашивает, мой отец и его, а где мой сын? И тот спрашивает. Пришло время. Да, мы лежали живыми. Сегодня Анатолий бездыханный. Никто, ни вы, ни я, ни дети, ни жена, ни сестра не встретится с ним на земле. Было время. На стенах вашего дома, или нашего дома, останется холодная тень, его образ, его портрет, его фотография. Его жены, в детях, внуках останется он по-другому. Его действия, его отношения, его любовь. А любовь всегда сильна. А нам без пределов. И как хорошо, когда мы ходим перед Богом свято. Я рад, что он по-настоящему познал Господа. По-настоящему доверял Ему. Слава Богу. Слава великому Богу. Чтобы он ничтожных нас, человека, абсолютно, абсолютно незначущих перед Ним. Мы ничего особо и не сделали на земле. Мы употребили Его милость, Его любовь, Его благодать. Может быть, мы много делали другое, а не шли так к Господу, как Он хотел. И всем нам надо покаяться перед этим. Пока мы еще на пути, будем стараться поступать разумно, правильно. Служить друг другу, служить Господу. От чистого сердца, без лукавства. Книга Иова, самая любимая книга для меня. Там страдания, там плачь, там слезы, там требования. И вы помните, 14 глава, 14 стих, там написано. Когда умрет человек, будет ли он жить опять? Риторический вопрос. Он отвечает сам на себя. Там дальше сказано. Будет ли жить человек, когда он умрет? Жизнь, как таково, она не прекращается. Жизнь, это дыхание. Он перешел в новую фазу. Он не с нами сейчас. Дух Его в Господа. Мы сейчас на земле. Он на небесах. Скажем, Господи, как Ты милостивый и добрый, всегда спасающий. Вы помните, 59 глава. Вот рука Господня не сократилась, чтобы спасать. А сатана что говорит? Мы знаем. Вот рука сатаны не прекратилась, чтобы губить. Он губитель. Он губит всех. Молодых, старших, всех. Он всех губит. Да, он пришел для того, чтобы погубить. Он пришел для того, чтобы что? Первое. Украсть, убить, погубить. Это его работа. Он работает прекрасно. Друзья мои, скажем, Господи, научи нас, вразуми нас в жизни, потому что мы несмысленные. Иногда мы поступаем так, как понимаем, что так нельзя, а так поступаем. Грех, грех, грех. Грех, самая страшная болезнь человечества – это грех. Вот рука Господня не сократилась, чтобы спасать. На всей планете 8 миллиардов или даже больше людей. Женщин, мужчин, детей. И вы знаете, люди разделяются на два лагеря. Верующие, неверующие. Исаия, 3 глава, 10 стихе, 11. Там написано так. Скажите праведнику, что благо ему, потому что он будет вкушать отдел рук своих, а беззаконнику горе. Потому что он получит возмездие за дела рук его. Есть большая разница между верующим и неверующим. Боящимся Господа и небоящимся. Итак, мы на пути. Будем поддерживать друг друга. Стараться любить. Да, сейчас же легко очень любить всех сразу. Я могу сказать, я вас всех люблю, я вас не знаю. Я вас всех люблю только потому, что вы пришли сострадать тем, кто страдает. Если по отдельности, мы всех не любим. Но это правда, это не лукавство. Есть время нам исправиться. Будем контролировать себя. Будем молиться. Молиться день и ночь. Не последнее. Я часто не сплю. И Бог мне дает вспомнить о моих маленьких грехах. Больших как-то я не делал, но грех маленький, большой, он все равно грех. Я встаю ночью, Господи, прости меня за этот грех. Там не сказал правильно. Дело то и другое. Друзья мои, Бог дает нам возможность, что мы обратились к Нему. Пророк Еремия говорит, 16 глава, 16 стих. Остановитесь на путях ваших. И рассмотрите. И расспросите, где путь древний. И идите по нему. И найдете покой душам вашим. Все люди, которые живут на земле, они неспокойны. Сегодня собираются президенты. Вместо того, чтобы прославить Господа, они говорят, они хвалятся, что у них лучшее вооружение в стране. Я тоже бывший офицер. И к тому, я сказать так, я умею убивать. Или умел. На сегодня я солдат Божьей армии. Самый простой, самый незначительный, самый слабый. Друзья мои, скажем сегодня Господу, Господи, прими за всю благодарность, что Ты нас ведешь, не оставляешь. Держи нас в крепких руках. Будем молиться о том, чтобы наши близкие, они били с Господом. Будем молить Бога, чтобы семья Анатолия в целости была сохранена в руке Божьей. Все мы согрешаем, но Господь дает право, возможность обращаться к Нему. Мы скажем сейчас, слава Тебе, наш великий Бог, за все Твои милости и любовь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 И я хотел прочитать Ива 14 глава 5 стих Человек рожденный женою краткодневен и пресыщен печалями Если дни ему определены и число месяцев его у тебя Если ты положил ему предел, которого он не перейдет Хочу немножко рассказать за Анатолия Анатолий Петров родился в городе Украине В городе Славянске в 1946 году Он закончил школу Был признан в армию После армии работал модельщиком Женился в Харькове Был очень жизненно радостным человеком Веселым, общительным Воспитал пятерых детей Любил проводить время с детьми, с семьей Часто выезжал с детьми Ему нравилось читать слов Божьи И задавался до вопроса Много интересующие И мы старались отвечать И вместе беседовать Расскажу пару примеров Я рисую картины И когда нарисую деревья, природу Он всегда был первый том, который человек мне рассказал Что много гор, много деревьев, много еще чего-то Я ремонтирую золото, серебро, цепочки, кольца Он всегда был тем, который меня проверял Как моя работа сделана Если я сделал хорошо, он проверял, не рвется ли оно Не падают камни с колец Вот Мне это было приятно Когда я хотел купить какие-то машины Он всегда мне советовал Эту бери, а ту не бери Последний год Он боролся с болезнью Всегда полагал на милость И благодарил Бога за последние слова Хочу напоследок прочитать четверостища Не плачьте, ни родные, ни друзья Уймите и волнение, и тревогу Не умер, словно грешник Вовсе я Душа моя ушла на встречу с Богом Большое спасибо Хай вас Бог благословит Давайте останним заспеваем еще одним селом Я подорожую тут на цей земли Я подорожую тут на цей земли С каждым днем сближаю свято-вечисли Преснесу щоденно на своїх плечах Иду до вечисли святих небеса А коли я прийду до небес святи Зустріч мені вийде небес святи Зустріч мені вийде небесе Зустріч мені вийде небеса Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 всегда останется ярким. Он был моим лучшим другом. Пример был в боли. Он не жаловался. Ему было трудно. Я с ним был год с половиной, когда он болел раком. Никогда не жаловался. Всегда хотел, чтобы Бог его иселил, но никогда не жаловался. Это был примерно до меня. Очень трудно проходить болезнь, рак, как и любую болезнь. Когда в тебя вливают химию, когда в тебя делают разные вещи. А еще труднее, когда эти вещи не помогают, и тебе говорят врачи, что мы сделать ничего не можем. Очень больно. И человеку, тот, который слышит эти слова, у него есть надежда. Может где-то что-то изменится, как-то Бог исцелит. Но, увы, у Бога были другие планы для моего отца. Как я сказал, память останется ярким. Он был жизнерадостным человеком. Любил жизнь. Был очень энергичный человек. Он любил жену, детей. Любил своего единственного внука Артура, с которым он часто говорил по телефону и общался. Даже когда ему было трудно. Когда он лежал в госпитале, он звонил, общался, говорил. Он был человеком добрым. Он любил общаться с людьми. Он был честным человеком. Он любил справедливость. Он любил, чтобы люди поступали справедливо друг к другу. И он любил поступать как можно по его возможности справедливо. Я вспоминаю часто, когда я был еще малым. Я играл в баскетбол. Он возил меня на игры. Мой младший брат Игорь тоже там был. Тщательно смотрел отец мою игру. Давал, после игры критиковал и давал правильный совет, как играть. Он любил спорт. Он понимал в спорте. Рассуждали по писаниям. Мы дома, мы рассуждали про писания в кругу семьи. Читали Библию, рассуждали. Делились, обменивались мнениями, советами. Не все было понятно. Но он не сказал Бога, насколько он мог. Часто он любил делиться памятью своей молодости. Мы часто с ним выезжали, когда он еще был здоровый, на океан, Молкл-Тио-Бич. Он ходил, говорил, вспоминал про армию, про друзей, где он жил, с кем он дружил. Говорил, делился это. Проводил время, любил среди семьи. Своей женой. Он любил с детьми, всегда выезжал на природу. Мы общались очень часто, везде. Но уже теперь его нет. Экклезиастов, 12 глава, 7 стих, говорит такие слова, что человек уйдет в прах, а душа его возвратится к Богу. Пришло конец моему отцу. Его жизнь, Бог ему определил жить 72 года, до 73-го не дожил. Пришел конец. Бог постучался и забрал его. И никто в силах был изменить это. Ни врачи, ни люди, ни молитвы. У Бога были другие планы, как я говорил. Хотя до последнего у него оставалась надежда в Бога. Всегда был крепкий дух, молился. Теперь он встретится на небесах с близкими и родными, тех, кто пошел впереди, прежде него. Он встретится с ними. И там Бог утрет его слезы, болезни там не будет. Он встретит, обнимет своего сына, который ушел туда, близких родных, дедушку моего. И всех друзей, кого он знал, он наконец-то соединится вместе в одном духе и будет славить и благодарить Бога. Нам все неизвестно, непонятно, почему это произошло и как. Все быстро в жизни может измениться. Только еще двух лет не было, как он ходил, все делал, а тут брак подкосил его и забрал его к себе. Что я могу сказать, братья и сестры, будьте благодарны жизнью, любите близких людей, дорожите, что есть, потому что не всегда оно будет. Не всегда. Дорожите, цените каждой минутой, потому что потом уже трудно будет возвратить. Только останутся холодной памяти будет посещать твой разум, какие-то, может, ошибки тебя ты будешь вспоминать, но возвратить нельзя. Пока мы все живем на земле, цените ее здесь. Любите, дорожите, дружите, жите в любви, чтобы когда человек ушел, чтобы было что хорошее вспомнить и чтобы не было трудно вам потом, чтобы не осуждали вы себя, где я плохо вела, чтобы вы могли вспомнить и сказать, да, я хорошо провел это время с человеком. Были, может, какие-то конфликты, но я хорошо провел, я любил, я показал его любовь, и этот человек ушел. Но я и совесть ваша должна быть чистым всегда перед Богом, а чистым тогда, когда вы будете все жить в любви. Да благословите, вас Господь, братья и сестры, еще раз благодарю всех, кто пришли сюда. Ихор, спасибо, вы красиво спели. Благодарю вас за это, благословит вас Господь. Слава Богу. 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 оглядывается туда. Давайте не будем уподобляться евреям, которые смотрели туда, где были рабами, над ними свистели вот эти бичи надзирателей египетских. Не будем оглядаться и говорить, что там было хорошо. Там смерть, дорогие друзья. Давай, иди вперед и не оглядывайся назад. Пусть благословит нас Бог, поможет. Вот здесь я читал, нам Бог открывает, что верующий в Сына Божья имеет жизнь вечную. Пусть поможет нам быть верным Ему, сохранить вот эту веру. Как апостол Павел говорил в конце своей жизни, что веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец правды. Да не только мне, но и всем возлюбившим Его явление. Это значит и мне, и вам. Давайте же дорожить вот этим, что дал нам Бог через Сына Своего. Конечно, дорогие друзья, печально расставаться, но тем не менее мы имеем надежду на встречу, на прекрасную встречу там в небесах. Вместо, где не будет ни гора, ни слез, так сказано в Священном Писании. И утрет Бог всякую слезу с очей их. Слава Ему. Аминь. Вставши будем спевать Ипсалон. Мой дом на небе. 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 И в свете чудно Христу служить. Нам буду Богом для вечной славы, И в свете чудно Христу служить. Нам буду Своя, Моя Сленица, Кричает, давай, чтоб отдохнуть. Покрусь я с сердцем, Живище света, Где он и ждет всех свершивших путь. Покрусь я с сердцем, Живище света, Где он и ждет всех свершивших путь. А грамма будет в том вечном доме, Увижу друга в души моей. Кто на долговле, загреб на шуме, И примирил нас с Отцом людей. Кто на долговле, загреб на шуме, И примирил нас с Отцом людей. Покрусь я с сердцем, Живище света, И в свете чудно Христу служить. Покрусь я с сердцем, Живище света, И в свете чудно Христу служить. Покрусь я с сердцем, Живище света, И в свете чудно Христу служить. За те, що Господь, Який при створенні світу сказав, І те, що Він сказав, Він його виконує до сьогодні. Він не відступив від свого слова, Він залишився вірним. І ми це бачимо. Дорога родина, близькі, Прийміть мої щирі співчуття. Я розумію, що Вам не буде хватати батька, чоловіка. Я розумію, що не раз Ви згадаєте його слова, не раз зайдете в кімнату і обстановка, та вона покаже Вам, вона нагадає про те, що там знаходився дорогий вашому серцю чоловік, Анатолій Патько, просто родич. Але ми повинні знати, що Бог сказав, і Бог від свого слова не відступить. Бог сказав, що прах ти, і в прах повернешся. І ми повинні розуміти те, що далі буде з душею людини, то Бог зробить так само, як і Він робить свою справу на землі при житті людини. Я прочитаю один текст священного писання, і ми пороздумуємо над деякими думками, які приходять нам в нашому житті в той час, коли ми бачимо нелегкі моменти нашого життя, а в той час, коли ми бачимо чиїсь сльози, в той час, коли на нашому серці нерадісно. В 20-й розділ книги «Об'явлення» з 11-го віршу і до кінця розділу написані такі досить-досить важливі і цікаві слова. І побачив я великий білий пристіл і того, хто сидить на ньому, від лиця якого втікали небо і земля, і не знайшло сім місця. І побачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом. І книги розкриті були, і інша книга розкрита, яка є книга життя. І судимий були мертві за написаним у книгах згідно з ділами своїми. Тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерть, і пекло віддали мертвих, які були в них. І судимий був кожен за ділами своїми, і смерть, і пекло ввергнуті в озеро Вогнене – це смерть друга. І хто не був записаний у книзі життя, той був кинутий в озеро Вогнене. Друзі мої, брати, сестри, всі, хто сьогодні прийшов до Дому Божого, щоб розділити печаль сім'ї Петрових, я б хотів би сьогодні звернутися до всіх нас, живих, із словом від Господа, яке записано на сторінках Євангелії. Оці слова, які ми читали, вони є правдиві, вони є істинні. І те, що Йоанн бачив, він його бачив уже як те, що здійснюється, як те, що відбувається, Бог йому відкрив. Я пам'ятаю, в дитинстві своєму ми проживали недалеко від місця, де було захоронено багато мертвих. І я часто ходив туди, якось з дитинства мене ніколи не лякали мертві люди, я їх не боявся. Не тих, хто тільки помер, не тих, кого вже похоронили, не тих, кого давно похоронили, вони мене зовсім не лякали. Багато людей боялись, боялись навіть місця, де були захоронені люди, вони мене ніколи не лякали. В будь-який час, коли вже я підрістав старшим, будь-який час, чи в день, чи в ночі, щоб скоротити свою дорогу, я проходив тим місцем. І я вважав, що це нормально. Там просто похоронені люди, які не так давно були живими, які були комусь близькими, комусь рідними. Хтось за ними скорбів. Але коли в день я проходив стежинками, які пролягали між могилами, я часто любив дивитись, що написано на пам'ятниках. І знаєте, люди, або навіть місце, де вони були захоронені, воно багато говорило для живих. Там можна було багато-багато почути або прочитати. Були могили, які були давно забуті, які не були огорожені, які не були доглянуті. Ми розуміли, що людина там лежить, яка нікому не потрібна, якось пройшло так життя, можливо, життя таке було, можливо, діти відказались. Ну, ми розуміли про це. Були дати дуже короткі, тільки людина народилась, десяток, другій людини не стало. Були люди, які прожили довге життя. І нерідко можна було на пам'ятниках прочитати, наскільки дорога та була людина для когось ще близька. Там було написано багато болі, багато переживань. Там часом можна було прочитати нарікання на державу, на правителів, що їхнього сина відправили на війну захищати чужі інтереси, і він помер там. Можна було таке почитати. Можна було навіть між строчок, яких було написано, можна було побачити, прочитати біль, яка була сказана. Мало хто з людей звертав увагу, хто проходив. Люди проходили, це для них було чужим. Але для когось це було близько, для когось це була чиясь біль, для когось це були сльози. І я розумів, що хтось десь далеко скорбить, пам'ятає, кожного року приходить, частіше приходить, наводить там порядок, ставить нові квіти, щось ставить. От як люди розуміли, так робили. І дивлячись на ту всю картину захоронених людей, я собі уявляв, ото як буває, десь їдеш поїздом, і ми з вікна дивимося, різні дороги люди проходять. Десь, коли під'їжджаєш до великого міста, бачиш прибрані гарні дороги, асфальтовані, світлофори, є розмітка, людям легко пересуватись. Люди проїжджають дорогами легко, їм легше, машини чисті, ну легко. Є інші місця, де проїжджаєш і бачиш, що немає ні дороги. Якщо пройде дощ, люди мучаться, люди грязні, грязні їхні автомобілі, грязні пішоходи, тяжко пройти, все змішане, такий безпорядок. І там якось люди проживають, вони там також долають свою дистанцію, яку їм треба на роботу, зробити в якихось своїх справах. Десь є суворі морози, суворий клімат. Люди можуть пересуватись, коли замерзне, коли вони розуміють, що це для них тяжче, зима, холод, але це їм дозволяє якось піти один до одного, вирішити якусь свою справу, також подолати якусь свою дистанцію. І подібно життя людини на землі. Хтось народився в такий час, хтось народився в інший час, хтось народився в час голоду, в час війни, хтось після війни, хтось до війни, хтось маленьким її пережив, хтось жив здоровим, щасливим, хтось хворів, хтось залишився сиротою, хтось залишився без дітей, але люди долають свою дистанцію. І між датами народження і смерті так багато можна було прочитати і радості, і болю, і переживань, і горе, і нарікань, і зла, і добра, було всяке, було всяке, але люди долали свою дистанцію. І знаєте, я зустрів одного чоловіка, старенький, досить, вже майже 90 років, на життєвої його дорозі було всяке. Чотири рази він був в тюрмі, його хотіли зламати, радянська влада дуже багато приклала зусиль, щоб зламати його, щоб знищити його як служителя Божого, і він сказав таку цікаву фразу, він каже, я їй говорю, він був дуже сміливий до будь-якого начальника, коли він знаходився на свободі, він заходив сміливо, він говорив за їхню неправду, за безбож'я. Він каже, в тюрмі, коли тяжкі часи були, і коли мене старалися зламати, каже, я говорив слідчим, я говорив тим, хто вели допрос, я говорив тим, які завдавали мені багато болю, каже, ви знаєте, що, як би ви не хвилились своєю владою, своєю силою, вона дуже-дуже обмежена. Той, хто живе всередині мене, він в сотні тисячі разів сильніший за всю вашу армію, за всю вашу владу, за всю вашу ідеологію, через те ви мене зламати не можете. Ви мені погрожуєте, що ви можете забрати моє життя, але мою душу, після того, як ви заберете моє життя, забере мій Господь, якому я служу, і сила, яка в мені, через те ви не можете мене зламати, щоб ви знали, що ваша влада, вона закінчиться тоді, коли закінчиться моє дихання. А далі, друзі ми, а далі ми прочитали. А далі текст Священного Писання відкриває всім, чи віримо ми, чи не віримо, відкриває про те, що далі, коли закінчиться життя людини, відкривається нова панорама, те, що бачив Іоанн. Він каже, я бачив мертвих, малих і великих. Він не каже, що вони лежали. Я не бачив мертвих, які стояли за своє життя, і ніхто з нас, хто є на цьому місці, ніхто не може сказати, що бачив мертвих, який стояв. Який міг думати, який міг говорити. Ми бачимо сьогодні тіло брата Анатолія, воно лежить. Воно не може стояти. Ми можемо підперти. Але він стояти не може. Але дух його вже сьогодні не в тілі. Душа вийшла з тіла. І Іоанн каже, я бачив всякі, багаті, бідні, малі, великі. Він каже, вони стояли. Але стояли перед престолом того, від лиця якого втікла небо і земля, їм місця не знайшлося. Все втікло. А вони стояли перед престолом, і там були відкриті книги. Він каже, що згідно написаному в книгах, їх судили. Був суд, згідно написаному в книгах. Навіть ті, хто погрожували і казали, що ми не віримо, ті, що важко свою дистанцію життя пройшли, ті, що добре, перед ними всіма були відкриті книги. І це не просто так записано у священному писанні, як історія, або як якесь цікаве ведіння Іоанна, це реальність. Друзі мої, сьогоднішній наш день до цієї хвилини, він є там уже записаний. Вчорашній день є записаний. Позавчорашній, минулий рік, наше дитинство, наша юність, воно там є записано. Кому ми принесли радість, воно там є записано. Кому ми зробили добро, хто нам дякував, воно там є записано. Всі наші справи, кому ми причинили біль, хто від нас плакав, хто від нас переживав, хто через нас не спав ночами, хто страждав, хто молився в тишині, «Господи, заспокой мій дух, бо той причинив, чи та причинила мені біль», воно там записано. Воно там є, воно не викреститься, воно не пропаде. Цей рекорд не зникне, його ніхто не забере. Воно буде там до того часу, поки ми там предстанемо. І ще є один момент. Йоанн пише, що була ще одна книга відкрита, книга «Життя». І якщо в ту книгу «Життя» не було записано ім'я, то з людиною робили згідно записаного в інших книгах. Друзі мої дорогі, як важливо сьогодні для нас всіх живих, розуміючи те, що смерть – це реально, що кінець життя – це реальність, розуміти про те, що важливо для кожного з нас, щоб наше ім'я було записано в книзі «Життя». Ми всі проходимо свою дистанцію по-різному. І вона закінчиться. Але хтось пройде так. Проживе так, що його ім'я буде записано в книзі «Життя». І мало того, що буде записано в книзі «Життя». Згідно того суда, йому присудять багато, присудять нагороду, присудять вінець, присудять багато. А комусь, згідно записаного, не знайшовши імені в книзі «Життя», присудять там, де буде смерть, де буде ад, озеро, яке буде палати вогнем. Друзі мої дорогі, це є слово реальне сьогодні. Я сьогодні дуже радив тому, що чоловік прожив своє життя, його тіло принесли в дні молитви, зібралась сім'я. І вони говорять, що цей чоловік, він залишиться в нашому серці добрим. Ми багато будемо згадувати прекрасного про його. Це є прекрасно, це є чудово. І вони кажуть, що ми віримо. І не тільки вони. Я так хочу сказати, що ми віримо, що його душа буде з Господом, що ім'я його записане в книгу «Життя». І згідно діл його, Небесний суд присудить йому багато доброго. Хай благословить сьогодні нас кожного Господь. І ще я спросив би всіх нас в наших домах, коли ми підемо, все-таки в молитві згадувати сім'ю, родину Петрових. Їм тяжко буде цими днями, дуже тяжко. Хай благословить сьогодні всіх. Наш Господь. Я знаю, як сьогодні браття вже говорили, що коли ми прийшли, до нас прийдуть. Хтось буде втішати нас в нашому горі, хтось, може, нашу родину буде втішати, коли нас не стане, тому що Господь справедливий. Богу нашому слава. Амінь. Уставши заспеваем псалом. «Поднимаю зоры к небесам». Ми минор. «Поднимаю зоры к небесам». Откакая радость ёмкостам! В радостном общении, в трепетном волнении, за Христом мы встретимся одна. В радостном общении, в трепетном волнении, за Христом мы встретимся одна. Жрет награда светлые морти, пальмовые векли веки. После слезы горя, нас земля на море, весь твою победу пертензи. После слезы горя, нас земля на море, весь твою победу пертензи. Нас потребуют жизни победу, арфы золотые нам дадут. Арфы не стареют, строй не джамеют, звуки не земли не сдают. Арфы не стареют, строй не джамеют, звуки не земли не сдают. Там страна не твеной красоты, никогда не вянут там цветы. Там настолько чудно, что представить трудно всюду там сиянье красоты. Там настолько чудно, что представить трудно всюду там сиянье красоты. Радость в коротечном мире все, горе и не застежь ждут потом. Радость бесконечна, там пребудет в вечном, если мы в союзе со Христом. Радость бесконечна, там пребудет в вечном, если мы в союзе со Христом. Радость бесконечна, здесь мы в союзе со Христом. Есть чем родить. Родить тому, что когда окончается наше жизнь на этой земле, Бог приготовил для нас вечность. Сегодня в знак пошани, дети, родина, внуки, дружина, они приготовили хорошие букеты цветов. Это свидетельствует о том, что их жизнь приходила в мир и в злогодие, поддерживали друг друга, молились, разделяли радость общения. Но то, что приготовил сам Господь Иисус Христос для каждого из нас, это вечно. Это не можно передать все того, что Господь приготовил для любящих его, за что слава Богу, братья и сестры. Цим мы должны рады. Сегодня разлучается отца с семьей с человеком, с татом, с дедушкой, но в него встречается с живым Богом, за которого он переживал, томился. И я хочу сказать, братья и сестры, все, что Господь делает в нашем жизни, это на добро. Сегодня один из сынов, Сережа, он говорит, что болезнь, которая постигла брата Анатолия, она была тяжкой хворобой. Врачи старались, Анатолий надеялся. И когда братья приходили, молились, Анатолий очень верил, очень верил. Он старался, дивился, ждал, что Господь сделает, но у Бога свои планы. И посредством этой болезни, которую принес Анатолий, я вам хочу сказать, сестры и братья, он каждый день шукал свое положение перед Господом. Дивился на Слово Божие. Там, где были, возможно, дороги ее не совсем такие, знаете, как и каждый из нас, Анатолий постельно звонил до братов служителей. И он прямо задавал вопрос, брат Володя, а до других служителей, а как здесь, здесь я переживаю, а может здесь, перед своей смертью, Анатолий сделал все для вечности. Он приготовил, его Господь приготовил. И я хочу сказать, что он просил прощения там, где и не нужно было просить. Он доверялся Господу, шукал свое положение, чтобы быть в вечности с Господом. И это похвально. И прикладом для каждого из нас, чтобы мы нелегко важили. Бог дарует для нас життя. И в этот период жизни, который Господь даёт для каждого из нас, мы должны готовиться для встречи с живым Богом. Поэтому я бы хотел сегодня еще раз принести свои співчуття для родины, для тебя, Рая. Нехай утешить вас Господь. Один тільки Господь може дати утиху на цій землі. А самое главное, чтобы вы знали, настанет тот час, Анатолий до вас не повернется. Мы прийдем до Него там, где у Господа написано обительей много. Место, которое приготовил для нас Господь. Мы сейчас будем молиться перед Господом. Но я хотел бы напомнить несколько мест из Святого Письма. Коротенько. Селить снова и снова надею, что наш Господь до каждого из нас есть добрый. Писание говорит, апостол Павло до Коринфян, до римлян, 41, вернее, 11 віршем 10 розділу, говорит такими словами. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постидится. Братья и сестры, Анатолий покладал надею свою на Господа. И я верю, к конец его життя, он есть счастливым, он есть Господом. Всякий верующий, ибо Писание говорит, что всякий верующий в Него не постидится. То, что приготовил Господь, я верю, что он унаследовал. А Господь приготовил вечность для каждого из нас. Другое место, хотим бы нагнать, это также слова апостола Павла до Коринфян, 15 розділом, 16 віршем и ниже, тут трошки больше я зачитаю, будем внимательнее. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера наша четна. Вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так и через человека воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все уживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовый в пришествии Его. А затем конец, когда Он придаст царству Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царство, доколе не зложить всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Слава Богу нашему, браты и сестры. Дивный бы наш Господь. И апостол Павло, он говорит про то, что говорит, как Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, так и мы воскреснем. Это есть порядок такой, браты и сестры. Сьогодні ми бачим уже бездиха на тіло. Дух, який даний Господом, який вечный, Він відійшов від цієї земли. И Его приняв Отец Небесный. На лону Аврааму. И прийде той час, где Библия говорит, апостол Петро, очень много описывает нам про то, что говорит, и мы, оставшиеся живых. Каже, вдруг в обновлении ока, и сменимся, и будем вечно с Господом. Браты и сестры, перед тем, все мертвые, которые померли в Господе, они воскреснут. И мы будем мать встреч на облаках, разом с усими святыми, и там, в небесах, будем вечно с Господом. Где не будет больше слез, где не будет больше смерти, где вот тут апостол Павло Докоринтян, он говорит, что говорит, последний же враг, истребится это смерть. Смерті не будет. Вечность будет там, в небесах, где мы побачим своих близких, рідних. Мы одинемся в новое тело, которое приготовил для нас Господь, и мы никогда не будем помирать. Там не будет разлуки, там не будет скорби. Я хотела бы, сестра Рая, чтобы все слова запали тебе глубоко в сердце. Бог даст тебе жизнь на этой земле. Сколько Господь не продлить на этой земле для тебя жизнью, Бог не залишит. Господь обещал, что Він є Бог, сирот и вдов. Господь готовий сьогодні підтримати тебе, але ми в свою чергу, сестры и братья, повинні молитись, благословляти ось тих, кто лишается вдовами, сиротами. Повинні молитись. И Библия говорит, сестра Рая, особенно для тебя в данный час и для родины, чтобы мы не через мир упечалились об умирших. Всему свое время. Мужи Господь, когда помирали, написано, что великий плач был в народе израильском. А потом Библия говорит, что утешился об умирших. Нехай Господь дасть силы, мудрості, стоять в истини, доверять Господу, что настанет тот час, и мы будем иметь зустріч. А на этой земле, то, что Господь повелил, и мы сегодня живем в тот час, когда мы видим, исполняется Слово Господне. Библия говорит, что прах ты, и в прах возвращаешься. Написано, как водами все умирали, так во Христе все оживут. Мы маем надежду на воскресенье мертвых, воскресным, будем мать жизнь вечною. И то, что Господь приготовил, хай лежит в нашем сердце. Это будет радость. Печаль сьогодні разлуки. Я розумію, но Господь дато поможе вам. Боже вам благословение. Мы сейчас в молитве перед Богом попросим Божого благословения, чтобы Господь благословил и завтрашний день, когда мы будем погребать ось это тело на том же месте, где мы завжди погребаем, это в Снохомичем. Нехай Господь благословить каждого из нас. Мы помолимся, чтобы Божий Дух, Его присутствие, была над ними. Тем более, Библия говорит, что носите бремена друг друга, и таким образом вы сможете виконати закон Христов. Браты и сестры, каждый из нас, кто еще имеет живых человек, живых жен, прийдет домой и есть встреча. Мы знаем, что рая прийдет домой. Можливо, хотела бы, чтобы почути скрип дверей, как зайдет Анатолий, как озветься до неї, но этого уже не будет в теме на этой земле. Понимаете? Правильно. Бог определил жизнь для Анатолия. И мы не можем перешагнуть ни одного часа жизни, который Господь назначил. Все в воле Божьей. Он даёт жизнь. И сегодня, братом, сыном даже твоим, было сказано чудови слова. Мы должны дорожить даром жизни. Мы должны любить жизнь. И не жить легко, важно. А дбать про то, чтобы приобрести мир. И мать надежность на встречу с Господом. Нехай Господь нас всех благословить. Мы давайте поднимемся на наши ноги. Звершим нашу молитву. Призвем Боже благословение. Отец Небесный, мы идем до Тебе в нашей молитве. Мы Тебе щиро дякуем, Пастор Добрый, за Твою безмежную любовь, яку Ти даруешь для нас в жизни нашему. Ти є добрий Господь. Твоя забота є так велика. Ти благословляешь. Ти утешаешь, Господь. Мы дякуем Тебе за эту семью, Господь, яка сьогодні уже разлучается на этой земле. Ты вызвал Анатолия в своем обитере, Господь. И мы знаем, что Ти дав для него вечность, Господь. Він був ревний, в дири, Господи, перед лицем Твоим, особливо в останній час. Він шукав Тебе, Господи. Мы есть святки тому, как бы хотелось, Господь, чтобы Ти благословил раю. Ти знаешь, Господи, и семью, родину всю. Господи, хочется, чтобы Ти был утюхой для них, чтобы Ти подкрепил эти разлуки на этой земле, чтобы она чувствовала Твою присутствующую руку, Господь. Благослови завтрашний день, Господь, когда мы будем погребать ось это тело, Господь, за словом Твоим, где Ти наказал, прах Ти, прах возвратишься. Поэтому я прошу Тебе, Господь, будь с нами и благослови день завтрашний, Господь. Хай Твоя милосердие будет на каждом из нас в дорозе, благослови погоду пішли, учитель добрый, захистив от всякого зла. Наша молитва сьогодні перед Тобою, молитва благодарности, что Ти принял дух Анатолия, Господь, и он уже в покоях, в вечности. Слава Тоби, учитель добрый. И мы дякуем Тебе, что Ти дав для него доброе життя, когда он мог найти, Господи, Тебе, Бога жизни, любви Отца, Господь. Слава Тоби, Иисус. И мы просим Тебе надалі, благослови сестру раю, их детей, Господь, внуков. Збережи всех их на дорозе правды. Допоможи, дабы они шукали Тебе и правды Твоей. Дабы та зустріч была там на облаках, разом з усіми святыми, Господь, и чтобы нам быть в Царстве Отца Небесного. Благослови каждого из нас. А за данное служение, Господь, прими благодарение, Бога Тебе, Синь и Дух Святый. Аминь. Отче наш, суши на небеса, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как и на небе, хлеб наш насушный подавай нам на каждый день. И проси нам, долгий наш, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лука. Ибо Твое есть Сарство, и Сила, и Слава вовеки. Аминь. Хочу повідомити, дасть Бог життя. Ми завтра будем мати уже похоронне служение. Там Снохомич, де ми завжди погребаємо наших братів і сестер. Просьба, хто тільки зможе бути, в 11-й годин у нас буде таке служение. Зараз хор буде співати псалом, общий будем співати общий псалом. Кожен із нас, хто є на цьому місці, ми зробимо ще одну пошану, уже для покійного нашого брата Анатолія. Ми так пройдемо всіх родів і пройдемо уже на виход. Останніми п'їдуть родина, близькі, знайомі, уже попрощаються з Анатолієм на цьому місці. Божого вам благословення. Просим псалом. Ми минор. Анатолія. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»